Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами опять говорим о такой вещи, как успех. И сегодня мы будем преуспевать в, соответственно, получении профессии, которая поведет вас в дальнейшем исключительно к высоким заработкам и такому высокому социальному положению. Потому что мы все хотим, чтобы не только мы зарабатывали денежку, но и, конечно, чтобы социум нас высоко за это оценивал. Поэтому менее, наверное, интересно получать много денег, но при этом ковыряться в шахте и дышать углем. И, наверное, более интересно работать на какой-нибудь престижной профессии, да, может быть, быть там селебрити или каким-нибудь чуваком, который разбирается в акциях, да, и себе спокойно разъезжать на каком-то дорогом автомобиле. И, соответственно, чтобы нам как-то определиться, как прийти к этому успеху, как-то определиться, как достичь, соответственно, каких-то высот в нашем, так скажем, нелегком труде. Он может быть самый любой, вы можете быть врачом, вы можете быть воспитателем, вы можете быть блогером, можете совмещать, допустим, вы можете стать воспитателем, блогером для того, чтобы делиться вашим ценным опытом по общению с вашими детьми, да, и учить, может быть, маму, папу, которые, соответственно, в вас будут смотреть и, соответственно, платить вам денежки за ценный навык. Для того, чтобы определиться и понять, как же найти успешную профессию, первым делом нужно определить ваш тип личности. Потому что, если ваш психотип не соответствует вашим природным данным, вашей генетической детерминированности, вам будет очень сложно. Очень часто в семье эпилептоидов рождаются шизоиды, и эпилептоиды пытаются запихнуть этих шизоидов на военные кафедры, на каких-то там, допустим, какие-то точные науки, что-то вроде врачей пытаются из них сделать. И другие вещи, которые у них самих, у этих родителей выходят хорошо, они очень позитивно оценивают, да, вот эту вот профессию, как-то врач, военный, я не знаю, может быть, даже какой-нибудь там технический условно там инженер. Шизоиду может быть с этим совсем сложновато. Если все с инженером как-то худо-бедно иногда проходит, получается, что там есть полет для творчества, то, конечно, такие профессии, особенно, что касается военных структур, органов внутренних дел, получается очень сложно развиваться там шизоиду. Потому что шизоид – это всегда творчество, это всегда специфический взгляд на мир через призму моего собственного, да, шизоидного, допустим, какого-то акцентуации, которая, соответственно, заставляет меня перерабатывать, да, всю информацию во что-то новое, во что-то творческое. Да, и, соответственно, я не смогу таким образом соблюдать устав, соблюдать какие-то жесткие рекомендации Минздрава по лечению какой-то болезни, да. То есть, получается так, что шизоид с высоким интеллектом, с очень высокой вероятностью добьется успеха, если он будет идти в сторону какого-то свободного ученого. Там еще он может реализоваться, но реализоваться рядовым врачом, который делает какие-то рядовые вещи сугубо по регламенту, сугубо по каким-то уставам, точно так же реализоваться в виде военного, да, который только соблюдает, в принципе, указания свыше и соблюдает устав и следит за тем, чтобы другие люди это тоже соблюдали. Шизоиду это будет делать тяжело. И наоборот, если эпилептоид рождается в семье каких-нибудь там шизоидов, каких-нибудь там творческих людей, музыкантов, поэтов, художников и так далее, очень сложно эпилептоиду будет заниматься всем этим. Он, конечно, будет стараться, он будет стараться выучить все эти вещи. Возможно, он научится копировать какие-то художественные произведения, если долго будет учиться. Но он не сможет творить и создавать что-то своего, чего-то уникальное такое делать. Плюс ему, конечно, с его складом ума просто не будет нравиться всем этим заниматься. И если мы будем учитывать так особенности каждого психотипа, мы сможем понять, в чем же вы можете преуспеть, в чем же вы можете развиваться, в чем, что у вас получится лучше всего. То есть, говоря еще проще, психотип – это в каком-то смысле и талант какой-то ваш, который вы сможете реализовать. Понимая свой тип личности, вы понимаете свой талант. Вы можете взять конкретный инструмент, выбрать решение какой-то конкретной проблемы, научиться ее качественно решать, ну а потом останется полдела только продать это умение. Другое дело, что нужно учитывать, помимо того, что вы понимаете, что вы, допустим, талантливый шизоид, который рисует красивые картины или пишет красивую музыку, нужно учитывать то, что вы должны сразу поставить цель и, соответственно, реализовывать эту цель. То есть, понимать, куда вы идете. То есть, вы не просто учитесь играть на гитаре, а вы уже составить должны план заранее, что у вас будет там этап номер один – научиться играть на гитаре, этап номер два – соответственно, выложить это в YouTube. То есть, пытаться это монетизировать. Изучать информацию о том, как монетизировать ваш навык. Кем бы вы ни были, все равно нужно понимать, для чего вы этим занимаетесь, как вы сможете монетизировать ваш навык. Потому что, если вы не будете задумываться о том, как монетизировать ваши умения и способности, то получается, что как бы вы не развивались, хоть на 33 инструментах вы умеете играть идеально хорошо, у вас все равно не получится это продать. Поэтому нужно понимать, для чего вы этим учитесь. Шизоидный тип личности способен намного, он может быть программистом, дизайнером, еще кем-то. Потому что, если вы поймете, что, допустим, гитару вам сложно условно продать и музыку вам сложно продать, но вы знаете, как продавать веб-дизайны, в принципе, что-то об этом слышали и можете в этом развиваться, это вам не чуждо, то тогда, конечно, проще вам заняться веб-дизайном. Это так вкратце. Но суть в том, что если ваша акцентуация, если ваш психотип, он подходит к вашему роду деятельности, как ключик подходит к замку, то, в принципе, вы стоите на пороге успеха, осталось только открыть дверь. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье!